Конец зимы, начало весны. Время, когда управляющим компаниям приходится работать в режиме нон-стоп. В связи с снегопадом и тёплой погодой в городе введён усиленный режим чистки кровли от снега. Температура за два дня резко меняется, и вот результат. Сугробы на крышах тают и зачастую падают с крыш до того, как их удаётся убрать коммунальщикам. На крышах многих домов появились сосульки. Где-то они совсем небольшие, а где-то над головами прохожих свисают настоящие ледяные глыбы, представляющие серьёзную опасность для жизни и здоровья людей. Во избежание несчастных случаев управляющим компаниям необходимо организовать непрерывный контроль за состоянием крыш, а также мобилизировать все силы на очистку от снега и сосулек. Управляющие компании работают в авральном режиме. Весна или зима, как обычно, у нас приходят неожиданно. Работаем мы сейчас по очистке кровель, по очистке дворов. Стараемся, чтобы на проходных частях в первую очередь производить очистку сосулек с крыш, чтобы не было несчастных случаев. Ну и, соответственно, очистка дворов. С сегодняшнего дня был увеличен рабочий день у работников управляющей компании. Теперь они работают до 6 часов вечера. Максимальные силы бросаются на борьбу с остатками снега. В усиленном режиме, я хочу сказать, что управляющая компания работает. Вчера была достаточно сильная пурга. Все-таки снежные навалы и сосульки, они есть. И сегодня утепили сосульки есть. Там, где управляющие компании не могут, будем так говорить, не успевают очистить, а не ограждают. Но вот сейчас проехал по городу, вижу, что работают. Но все равно все-таки сейчас очень сложно в том отношении, переменчивая погода. Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает всех жителей быть осторожными и внимательными, не игнорировать ограждающие знаки. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Абханские предупреждения Меркушев и Христ。 Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает всех жителей быть осторожными. Поэтому если пожарьте тебе окружающиеся, количество серьезное таких жителей,